Мальчики, убираем сварочные инструменты и приступаем к грунтовке трубопровода. Эта теплотрасса в Данилове греет 69 многоквартирных домов и 15 объектов социальной сферы. Зима прошла без сюрпризов, но с последствиями после проведения испытаний обнаружились 13 дефектов. 12 уже устранили, впереди последний рывок и новая волна проверок. 1 августа мы планируем провести испытания уже после ремонта сетей. И по факту их проведения будем смотреть дальнейшее ее состояние. В сентябре месяце мы должны сделать последнюю опробование тепловых сетей, последнюю гидравлику, которая должна нам уже дать положительное заключение. К этому времени в полной готовности должна быть вся сфера ЖКХ. Мы должны к зиме подготовить 36 котельных, мы должны к зиме подготовить 21 километр тепловых трасс, 150 километров отопроводных сетей и 85 километров канализационных сетей. Работа уже выполнена на 80% в такой же степени готовности и эта котельная на Вологодской улице. Она не дает замерзнуть жителям шести многоквартирных домов. Прошлой зимой котельная не подвела. Сейчас здесь плановый ремонт, чтобы также без аварийной пройти предстоящий холодный сезон. Сетевое насосное оборудование, то есть непосредственно которое идет циркуляция на поселок, также были проведены и произведены замены вот одного насоса. И в рамках текущего ремонта была произведена ревизия, то есть резервное оборудование. По завершению работ обязательный косметический ремонт. Отчетом главного инженера комиссия довольна. Донецкий район это район со стабильной ситуацией по подготовке к зиме, надо отметить. В нашем коммунальном хозяйстве, вы знаете, всегда на случайных людей не бывает. Мы всегда должны честь в свою ключи. Но получается не у всех. Прошлой зимой отличились Тутаевский район и Переславль, так и не получившие паспорта готовности к этапительному сезону. У нас на особом контроле остается город Ростов, город Переславль, Бритовский муниципальный район. Есть вопросы по закупке твердого топлива на котельные, потому что по ряду аукционов не состоялись. Они сейчас находятся на особом контроле. Еще раз подчеркиваю, время для того, чтобы мобилизоваться и успеть все в срок. Работу района в том числе контролирует Ростехнадзор. Именно это ведомство уполномочено выдавать паспорта готовности. Александра Панкратова, Сергей Ватин, День событий.